Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня. А сегодня у нас уже 12 июля 2019 года, пятница. Желаю всем успешного окончания трудовой недели. Давайте заработаем денег, чтобы было на что погулять. На выходных я имею в виду вместе с семьей. Давайте посмотрим, что нам говорят технические и фундаментальные анализы. И примем решение о своих действиях. Биток, друзья, пару дней попадал, сейчас отбивается. Ну, вполне можно постоять наверх, хотя, еще раз обращаю внимание, середины торгового диапазона рынка нет, на мой взгляд. Евродоллар, друзья, ну, все идет по нашему плану. Посмотрите, две недели назад мы обозначили движение вниз, оно состоялось. Указали 1.1191 отметку, ударились ровно в нее, и ровно от нее пошел отскок. Так что уверенно держим евро наверх. 1.1407 наша цель, ничто не сможет нас остановить. Фунтик тоже пробивается наверх, это верный знак, если даже такой слабый инструмент, как фунтик, пробивается наверх через зону сопротивления, в моменте 1.2540, это верный знак, что доллару сегодня будет трудно. Доллар японская иена вниз, доллар франк вниз, австралийский доллар наверх, новозеландский доллар наверх, доллар Канада пробивает вниз, мы вчера отмечали это событие, что стремится доллар Канада вниз сильнее, чем другие инструменты, и это подтверждается в моменте 1.3022, 1.28 звучали вчера цифры, которые многократно были повторены на других ресурсах буквально через два часа. Ну что, друзья, да, да, а почему это происходит? Потому что мало того, что внутренняя слабость доллара, так еще рост цены на нефть, которая позволяет Канаду укрепляться быстрее, чем другие валюты. Ну и нефтюшку видим сегодня наверх. Кстати говоря, WTI вчера монета показывала баль, нет, состоялся небольшой селл, поэтому ставим минус, всего 20% пока положительных результатов у монеты на этой неделе, но надеемся сегодня она исправится. Да, да, растем, сегодня растем, и вчера, кстати, я думал тоже мы подрастем, но смотрите, нет, нет, сегодня только растем. Бренд вчера тоже закрылся в минусе, даже в большем минусе, чем WTI, но сегодня растем. У бренда, кстати, очень сильная зона сопротивления 66.86, она начинается, здесь повнимательнее, здесь есть за что побороться. Газ, друзья, вчера снизился, сегодня стоит на открытии, рынка нет, непонятно. Газпром, друзья, снижается третий день подряд, пока сегодня тоже перспектива не очень. А вот доллар-рубль растет, несмотря на общую слабость доллара, и такое впечатление, что только по рублю он и растет. Это не очень хороший знак для рубля, друзья. Сейчас малейшее усиление доллара, и он стреляет наверх. Я бы сегодня скорее покупал доллар-рубль, чем продавал. Золото, друзья, а вот золото растет вместе со всеми, побивая доллар. Ну и фьючерс на индекс Dow Jones пробил очередной рекорд во всех газетах, на всех ресурсах. Сегодня обновили рекорд 27 тысяч, по фьючерсу это 27,202 пункта, по самому индексу там 27,088, я помню, цифру озвучивали. Ну то есть выше 27 все пробили по Dow Jones, также S&P обновил свои H&E. Так что продолжается рост, смотрите, 121 месяц растет американская экономика, это самый большой рост в истории мировой экономики. Ну из-за того периода, за который у нас есть данные, скажем так, века, наверное, с 18 можно брать, уже достаточно уверенно эти цифры. Вот. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какие глобальные новости у нас влияют сейчас на рынок, они есть. Ну все бурно отмечают новые H&E, Dow Jones и S&P. Трамп выступил, сказал, что Фейсбуку надо очень осторожно внедрять эту свою цифровую валюту, потому что, говорит, это виртуальная валюта. Сейчас я скажу, как он сказал, это в Блумберг сообщает об этом, это виртуальная валюта, у которой мало надежности, я бы так сказал. Если они хотят, чтобы Фейсбук стал банком, то надо и создать новый банковский устав и подлежать всем банковским регуляциям. Как любой другой банк. Вот такая у него идея у Трампа была, типа, это не серьезно все, если хотите стать банком, то становитесь банком и не умничайте. То есть резко отрицательно он высказался о валюте, о криптовалюте Libra, которую сейчас продвигает Фейсбук. Ну, посмотрим, чем это закончится. Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России. Предложили включить проект депутаты, конгрессмены, конечно, американские, включить проект оборонного бюджета на следующий год запрет на операции с российским госдолгом. Серьезные дела. Суд в Лондоне заблокировал активы Минца, это бывший владелец банка открытия, и его семьи на 572 миллиона долларов. Серьезное действие открытия, смотрите, продавили. Далее, друзья, в Техасе растет производство нефти, причем стремительно, слушайте, так они завалят цену на нефть. Они уже вторые в мире после Саудовской Аравии. Такое серьезное-серьезное дело. Друзья, нефть, наверное, остановит на этой волне. Коллеги, новый законопроект готовится принять в Российской Госдуме по национальной платежной системе, там планируют внести в этот закон дополнение. И это может привести к уходу международных платежных систем из России. Требования к их дочерним обществам в части обеспечения беспрерывности платежей, то есть фактический запрет на выполнение международных санкций на территории России, невыполнимы для этих организаций. Однако в результате их ухода окажется невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России прием карт зарубежных банков. Причем ЦБ и депутаты настаивают на принятии поправок к закону уже в эту сессию. Да, над визой и мастер-карт нависла дилемма. То есть если они соблюдают международные санкции, то в отношении определенных организаций, физлиц, они не могут обслуживать платежей. А если Россия требует беспрерывности платежей, то понятно, вот она и дилемма. В общем, целая история сейчас будет и у визы, и у мастер-карта. Далее, друзья, наконец-то пошли статьи о том, что все вот эти блогеры и пиар через блогеров, это ерунда, конечно. И вот я вижу, статья хорошая, статус офлайн, куда компании уходят из соцсетей. Одни бренды уже бойкотируют соцсети из-за их жадности, другие отказываются от работы с блогерами. Ну понятно, это все мифы. Работать надо с профессионалами, неважно где он, онлайн, оффлайн, умеет человек, например, в трейдинге торговать, неважно он блогер или стример, или кто. Он везде, так сказать, свои идеи продвинет. А когда там молодежь 17-летняя, я блогер, и начинает рассуждать о высоких материях, ну это тоже немножко, ну нет, порассуждать можно, торговать с ними нельзя. Это понятно. Далее, друзья. ЦБ отозвал лицензию Московского банка из ТОП-400. Банк называется Национальный банк взаимного кредита. Ну вот продолжается ликвидация рыночной экономики в России. Система электронного голосования в Москве, вы знаете, через два месяца выборы в Москве, зависла на первом тестировании. Далее, коллеги. С тревогой слежу за сообщениями, что многие массовые профессии могут исчезнуть. Например, ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов сказал, что уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы. А где же тогда людям работать? У нас полстраны водители для продавцы. Это большая социальная проблема, этим надо заниматься. Друзья, в Подмосковье обнаружили пациента с половиной мозга. Отсутствие второго полушария не мешало ему вести обычную жизнь. А что вы удивляетесь? Мужчина вообще головой не думает. Женщина головой думает. А то, что у мужчины нет половины мозга, то еще я в шоке. И реально, то есть хватает ему на жизни, совершенно спокойно, случайно обнаружили. Все, друзья, двигаемся с вами дальше. Давайте спросим монеты, а что она сегодня думает по нефти? WTI. Две стороны у монеты. Buy и Sell. Бросаем, смотрим. Buy видит монета сегодня. Я надеюсь, что так и будет. Макроэкономические индикаторы сегодня праздников нет. Из-за того, что мы с вами отсматриваем интересного, ничего нет. В 8 вечера по Москве число активных буровых остановок от Baker Hughes и больше абсолютно ничего я не вижу. Все, друзья, подводим итоги. Сейчас у доллара в трудный момент все растет относительно доллара, и биток, и евро, и золото. Единственный инструмент, по которому растет доллар, это доллар-рубль. Все. Поэтому, на мой взгляд, вполне себе можно попокупать евро. Да, он стремится наверх. Вполне себе можно купить биток. Это помедленнее, поспокойнее. Но почему нет? И золото. Вполне себе верили в золото сегодня. То есть, да, есть что покупать. Ну, а тот, кто все-таки верит в доллар, что сейчас он развернется, да как ломанет, тогда, наверное, доллар-рубль. Потому что, если на падающем долларе доллар-рубль растет, то на растущем долларе, я думаю, еще и поживее наверх пойдет. Сегодня, в общем-то, не день рубля, я думаю. Хотя вы знаете, что я сторонник сильного рубля, и мне эти слова говорить нелегко. Но поверьте, если я их говорю, значит, ну, картинка выглядит вот так, к сожалению. Все, друзья, всем спасибо. Хорошей пятницы и хорошего настроения. Продолжение следует...